Пользуются российских соцсетей. Сегодня увидели короткометражный фильм «Магия превыше всего». Эта картина посвящена миру Джоан Роулинг и вообще вселенной Гарри Поттера. Над короткометражным фильмом работали выпускники в ГИКа. Деньги на съемки собирали в том числе методом краудфандинга. И вот результат. Примечательно, что команда уже успела проехать по всевозможным фестивалям и собрать оценки и внимание там. И сейчас в студии «РТВ» в Москве создатели этой картины «Магия превыше всего» режиссер Екатерина Краснер. Здравствуйте, Екатерина. И продюсер Леся Паркер. Здравствуйте, Леся. Спасибо, что вы к нам пришли сегодня. Ну и в первую очередь уже, наверное, вам поступают какие-то отзывы, комментарии. Как их много и что пишут? Ну, отзывов на самом деле очень много. И на самом деле классно, что нравится людям. То есть наша аудитория, мы понимаем, что основная аудитория нашего фильма это, конечно же, фанаты Гарри Поттера или фанаты каких-то фантастических миров, то есть сказок, волшебства. Всем нравится, по большей части. То есть мы, на самом деле, ожидали более смешанную реакцию. Поэтому много вопросов по вселенной. Всем хотелось бы побольше. Но мы, к сожалению, изначально понимали, что у нас короткометражный фильм, мы не сможем рассказать там все. Поэтому вот вышло так. Ну, то есть мы действительно искренне приятно удивлены. Мы вчера вечером все постоянно шутили про купленные комментарии, о том, что мы сами купили эти комментарии, потому что мы искренне поверить не могли, что будет такая встреча. И, наверное, еще важно сказать, что это дипломный фильм. Он поэтому, собственно, это короткометражный фильм. Самые частые, наверное, комментарии. Почему так мало? А так мало, потому что 30 минут, потому что это дипломный фильм, потому что были ограничены вот эти возможности. Ну, давайте посмотрим, что вы сняли. У нас не 30 минут, чуть меньше. Покажем трейлер, но мы сейчас посмотрим вместе. Я не так, чтобы меня услышали все довольны. Убийство нашего товарища, плевок в лицо всей магической раси. Мы не можем и должны этого прощать. Вы? Так это вы были на учениях. Вы обманом сейчас решите магии треть ведомства? Ну, это не совсем трейлер, да? Это просто мы сделали нарезку. А есть трейлер? Конечно, есть трейлер. У нас есть канал на Ютьюбе, у нас есть паблик ВКонтакте, где можно все посмотреть. Даже сайт по старинам. Да, так что все. У нас есть хэштег Magic in Russia, но так как мы представляем волшебников в России, и по нему можно найти нас везде. Поэтому дополнительные материалы мы выкладываем. Постоянно вопросы. А расскажите еще? Вот. Мы рассказываем еще в соцсетях. Да, и скоро будем. По поводу фильма. Вот, Екатерина, наверное, вас спрошу. Все-таки мы увидели совсем немного сейчас. Конечно, да, можно зайти посмотреть, но пока вы здесь, в студии, спрошу вас. Каков этот сюжет? Что происходит? Насколько, то есть, по антуражу, по кадру, по атмосфере понятно, что есть некая отсылка к Джан Роулинг, но по сюжету в чем это проявляется? Связаны ли мы с Джан Роулинг? В общем, в чем сюжет? Давайте начнем с этого. Да, давайте начнем с этого. Что проще. Да. Существует Верховное ведомство магии и чародейства. Это, скажем так, наше министерство магии российское. И в нем есть глава стражей, начальник стражей, и он теряет свою магию. И дело в том, что общество очень нетерпимо к немагам, и ему надо сделать так, чтобы никто не понял, что у него нет магии. Но при этом разобраться с этим, куда оно делось, и найти ее. И где происходит действие? Какое-то загадочное, затерянное королевство? Или это Россия? Это реальная Россия. Ну, это реальная Россия, но мы не ставили задачей сопоставить два мира. Мы делали историю исключительно про вот это общество. что, возможно, кто-то заметит, какие-то аллегории найдет с нашим современным обществом. Мы не ожидали, что это будет настолько, что это будет настолько, ну, не то чтобы читаться, а что так много людей это прочитают и прочувствуют. Но, к счастью, мы оказались неправы, и это оказалось довольно очевидным. Ну, очень, кстати, интересный момент на эту тему, что мы показывали кино в разных городах, мы показывали его в Израиле, показывали в Беларуси, показывали в Америке. И везде вопросы были связаны с текущей какой-то социальной ситуацией в том месте, где мы показывали. Вот. И было приятно, что люди считывают, что нам хотелось. Ну, то есть, в плане, часто кто-то нас даже спрашивает, что, ребята, это же странно снимать на такую очевидную тему нетерпимости сейчас. Но вот ровно про что сейчас сказала Олеся, действительно, в каждой стране, в каждом городе по тому оживлению, которое возникало, у всех разные истории с этим связаны, но эта тема, она все равно, она далеко не отрефлексирована, она очень актуальна. Как у вас раскрывается эта тема? Тема нетерпимости? У нас все построено на конфликте, на том, что маги ужасно нетерпимы к немагам. И через то отношение, то есть, ну, и, получается, начальник волшебной стражи оказывается немагом среди волшебников в обществе, которое этого совсем что не приемлет. Ну, хочу вас спросить, все-таки, Леся, теперь, как вы проехали по странам, то есть, вы назвали страны, кстати, где вещают РЦВИ, да, в том числе Израиль и Соединенные Штаты, где там вас смотрели, с кем вы там встречались? Это были какие-то закрытые показы или фестивальные показы? На самом деле, у нас было два варианта показов. Мы делали закрытые показы, ну, в плане, были они открыты для публики, все показы были бесплатные, но это были какие-то специальные мероприятия. Там, в Израиле устраивали на крыше у друзей. В Минске мы устраивали с помощью, там, местного фандома Гарри Поттера в кинотеатре в Минске, который арендовали. В Америке мы показывались на Комик-кон Сан-Диего. В фестивале мы подали заявку на участие в конкурсе Короткого метра. Там есть программа Короткого метра. Да, и нас выбрали, взяли, мы приехали, показались там. На самом деле, прям было очень, очень круто там оказаться, исполнение мечты для нас, потому что мы, как бы, понятно, что работаем в кино и снимаем кино, но мы одновременно являемся фанатами гиг-культуры, и для нас это был такой вин-вин ситуация. Да, как бы сами студии представляют те самые проекты, на которые мы обычно ходим в кино, и это было... А, рассказать про гиг-культуру, я хочу спросить вас про ВГИК, про другое, но тем не менее. Вы начали все это делать, когда уже еще были студентками в ГИКа, да? То есть, когда вы это начали? Два года назад мы начали готовиться, полгода мы готовились, сняли фильм, прям в последний поезд, буквально запрыгнули, уже выпускаясь из ГИКа практически, и потом мы довольно быстро смонтировали фильм, но нам пришлось заложить, собственно, огромный-огромный промежуток времени на доделку графики, поскольку это все делалось бесплатно, там, за какие-то смешные деньги, где-то что-то, и люди это делали в свободное от работы время. И, соответственно, вот так. И для меня, и для оператора это было выпускной работой в ВГИКе. Теперь, какие у вас перспективы? Вам уже, наверное, предложения поступают? Продолжать? Предложения поступают, и мы сами не хотим всю эту историю, всю эту вселенную бросать, потому что мы ее любим, и мы видим реакцию, что и людям хочется о ней больше узнать, поэтому мы надеемся, что из этого что-то будет классное. И шансы есть. Полнометражные имеются в виду? Мы рассматриваем все разные варианты, но в любом случае у нас будут комиксы по нашей вселенной, которые мы делаем с ребятами-блогерами и комиксистами, и я думаю, что будет классно. Давайте вернемся к этому вопросу, вот все-таки как это все связано с действительно книгами Джоан Роулинг, с миром Джоан Роулинг? Расскажите. Вопрос, да, на самом деле такой. Даже среди нашей съемочной группы нет очевидного ответа. Кто-то считает, что это мир Гарри Поттера, кто-то считает, что те отступления от канона Гарри Поттера, они настолько сильные, что это совершенно самостоятельная история. И поэтому мы абсолютно искренне, не лукавя отдаем эту возможность принять это решение зрителю, который будет смотреть, как он считает, это мир Гарри Поттера или не мир Гарри Поттера. У вас на русском языке фильм? Есть ли какие-то планы перевести, его дублировать, может быть? Ну, у нас есть вариант фильма на украинском языке, потому что мы показывались... Дублированный, очень круто. Да, очень хороший дубляж. Мы показывались на Комикон Украин, который первый раз в этом году прошел, и ребята предложили, говорят, мы хотим вас показать, хотим показать на украинском. Нам очень понравилось, мы теперь хотим на всех языках. Но пока что у нас как бы субтитры, и английские субтитры, в том числе, надеемся, что и фанатам за рубежом фильм понравится. Вот по поводу... Теперь вас хочу спросить. Это был ваш... Почему у вас возникла такая тема, и все-таки так и начали жанр роллинг где-то в вашем мире присутствует? Расскажите, как? Я... Это звучит, как просто придуманная красивая история, но это правда. Я была, когда маленькой, во втором классе школы, вышел первый «Гарри Поттер», и он мне ужасно не понравился. Не понравился не почему-то осмысленному, а потому что все не так, как мне представлялось. И в какой-то момент родители сказали, Кать, кино, это как режиссер захотел, поэтому хватит нам рассказывать, как это должно быть сделано. И вы решили пойти по этой дороге. Да, абсолютно искренне, абсолютно действительно. Но с другой стороны, как бы генеральная такая идея, с которой мы сейчас вернулись к этому проекту, естественно, не потому что нам так просто захотелось какую-то детскую мечту реализовать, наверное, а потому что нам искренне кажется, что кино взрослеет, взрослеет вот этот жанр, который там... Ну, в России, в принципе, еще считается довольно детским, что этот жанр взрослеет. И, как это было на примере с Логаном, приходит пора делать разные жанры фильмов в, скажем так, в adult-сеттинге. Не adult, а young adult-сеттинге, скажем. В каких-то историях, которые обычно считаются детскими. То есть истории взрослеют вместе с вашей аудиторией. Да. То есть сейчас наша аудитория, это люди около 25 лет, которые, так же, как и мы, были в первом-втором классе, когда вышел «Гарри Поттер», которые его читали, смотрели, ждали каждый фильм. И сейчас они столкнулись с какими-то уже вопросами, задают себе какие-то там иногда серьезные вопросы, иногда... Вот давайте, кстати, говорят, мы можем сейчас посмотреть трейлер. Давайте. Почему бы это не сделать? Вот сейчас покажем. Я обращаюсь к вам сегодня не как верховный чародей. Я буду с вами искренним. Мне страшно. Мне нужно вам кое-что сказать. Мне тоже. Убийство нашего товарища в плевок в лицо всей магической расе. Мы не можем, не должны этого прощать. Сейчас все будут не очень дружелюбны к таким, как ты. Каким? К немагам. Нам нужно ответить тем, кого сама природа создала неравными нам. Это же просто пули. Не магия, это шакалы. А шакалов надо отстреливать. Я призываю сегодня сорвать с себя маски унизительного терпения. Мы будем беспощадны. Я хочу, чтобы в вас проснулась ярость. Я хочу, чтобы каждый был не маг, трепетал и цепленел. У него больше нет магии. От ужаса. Это борьба во имя будущего волшебного мира. Во имя его возрождения. В атаку! Не будет больше магии. Да, ну вот посмотрели мой трейлер, и я заметил, что когда смотрели вы, вы были такими очень счастливыми и довольными. А мы увидели здесь и те спецэффекты, о которых вы сказали, и вообще костюмы. Это ведь все стоит денег. Как шел сбор? Ну, все, что касается того, что вы видите в кадре, непосредственно физическое, это было, ну, собственно, сделано еще до краудфандинга, на съемках. Ну, мы вложили какие-то собственные деньги и смогли это сделать, ну, как-то очень дешево. Как бы, поскольку было чуть-чуть в запасе времени, а как бы время, оно иногда компенсируется. И недостаток денег. Да, плюс нам помогал ВГИК. Во ВГИКе есть такая история, что выпускникам, дипломникам, кто на бюджете учится, им дают возможность построить павильон, арендовать какую-то технику, еще что-то за счет от самого ВГИКа. Вот. И какие-то вещи, на самом деле, еще очень много людей, вся команда, которая с нами работала, и художники по костюмам, и художники по гриму, все тоже немножечко фанаты, или не немножечко, и поэтому люди работали как бы бесплатно, находили способы сделать дешевле. Поэтому вот получилось, костюмы классные. У нас даже уже есть косплееры, которые шьют такие же жилетки, как в фильме. Я, конечно, 30 секунд у нас остается. Хочу спросить вас, вы пришли, Леся, в такой вот футболке «Россия, магия, расстрелы». Это, простите, что? Это мы просто делаем разный мерч, связанный с фильмом, и это одна из тем фильма «Россия, магия, расстрелы» как нетолерантность в этом смысле, а как такая современная повестка дня. Поэтому вот этот мерч, он скоро, возможность будет его приобрести, я думаю. Ясно. Волновал меня этот вопрос все время, что мы говорили. Но теперь, пожалуй, все выяснил. Я вас большое спасибо. Спасибо вам. Будем следить за вашими успехами. Мы говорили сейчас о российском короткометражном фильме «Магия превыше всего», и в студии были продюсер, Леся Паркер, и режиссер, и Катерина Краснер. Я благодарю моих гостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова